Энтеровирус поражает в основном детей от 3 до 10 лет. Заболеть могут и взрослые, но они переносят болезнь гораздо легче. У малышей иммунитет еще не выработал антитела для борьбы с энтеровирусной инфекцией, поэтому они болеют чаще. А у детей все многообразие клинических форм этой энтеровирусной инфекции. Начиная просто как респираторная инфекция, с температуры головной боли и легкого насморка, боли в горле, до менингита. Заболевания носят сезонный характер. Вспышки возникают в весенне-летние и летние-осенние периоды. Заражение энтеровирусной инфекцией происходит через воду и мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании больного. Чаще всего летний грипп подхватывает при купании в открытых водоемах. Сохраняется энтеровирус очень хорошо в воде. И в стоячей, и в сточных водах, которые спускаются, и в речках, и в озерах. И все. Когда жарко, люди начинают купаться, а то еще, не дай бог, и попьют эту водичку. И энтеровирусы тут как тут. Если в детском коллективе есть заболевшие, то высок риск заражения и других малышей. Крепкий иммунитет справится с вирусом через 3-4 дня. В ослабленном организме энтеровирусная инфекция может осложниться менингитом. Менингит обычно начинается на второй волне. Все вроде бы прошло за 3-4 дня. И все хорошо. А через 3 дня, через 2-3, начинается все снова. Опять температура, головная боль, рвота и менингиальные симптомы. Это вот менингит так начинается. Менингит лечится только в стационарных условиях. В результате интенсивной терапии пациент полностью выздоравливает через 3 недели. Чтобы снизить риск заражения интеровирусной инфекцией, нужно соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках заболевания не заниматься самолечением и обращаться к врачу.